уважаемые любители моих фотографических опытов я сейчас буду рассказывать об очень интересной теме фильм называется фильтры монохрома о чем речь идет речь идет о том как пользоваться монохромными камерами в данном случае лейка m10 монохром из пары объективов но не в этом суть суть в том что надо хоть немножко понимать то что вы делаете потому что лейка монохромные дают огромные возможности скажем так мягко малодоступные цветным камерам сейчас попробую это рассказать то есть о чем речь идет речь идет том что если мы воспринимаем лейку монохром как скажем так совершенную пленку то есть камера представляет собой как бы универсальный очень хорошую очень качественную с высоким разрешением пленку черно-белую то конечно сразу хочется попробовать ей поуправлять и для этого существует огромное количество фильтров которые накопила история человечества и здесь я должен сказать что советские времена делалось огромное количество феноменально качественных фильтров они почти ничего не стоят сейчас это копеечное дело хотя на самом деле они обладают уникальными качествами и пример такой уникальности находится сейчас передо мной вот в этой чудесной коробочки этот кожаный футляр чик содержит уникальный объектив он содержит объектив который называется гелиус этот гелиус 40 выпуска вот этот конкретный экземпляр чудесный абсолютно светосилой полтора из фокусном расстоянии 85 миллиметров 62 года объясню это никакой не никакая не копия зонара эти полу грамотные популяризаторы неизвестно чего фотографии они пишут очень много глупостей но вот этих объективов что это молди копии это вот немецкая замечательная оптика наши ее содрали вот они сделали неправда вот этот конкретный объектив рассчитан в лаборатории волосова известного оптика и преподавателя который потратил много достаточно лет чуть там не 7 лет они ковырялись с ним почему потому что он действительно обладает уникальными особенностями 62 год дырка полтора 85 миллиметров я сейчас снимаю многие вещи объективами по которой рассчитывались недавнешнее время для видеокамер red с теми же характеристиками да чуть-чуть получше там разрешение благодаря компьютерам которые считают кривизну стекла но в принципе фундаментальные особенности использование тяжелых кронов в этом объективе она разработана было все времена более того это объектив поскольку здесь резьба 39 шаг 1 он достаточно легко ставится на такие камеры как лейко м10 монохром и лейко цветная то есть здесь вопросов нет и он обладает еще одним свойством которые для нас так ценны этот объектив бесподобный он снабжался как вы видите прям в укладке тремя фильтрами которые совершенно меняют качество изображения в те времена в основном снимали на черно-белую пленку именно для нее они были рассчитаны что что за фильтры это фильтр значит же с 12 это что это за фильтр вот такой желтенький фильтрик которая с удовольствием вам продемонстрирую вот он на бумажке видно что это за фильтр отлично сюда же в комплект входит же с 18 вот такой фильтрик он чуть-чуть иной и в конце концов ос 12 оранжевый фильтрик причем эти фильтры в отличие от того что сейчас продают они представляют собой стекло крашеные в массе это очень сложно рассчитать ее характер его характеристики определить толщину стекла пропускающую способность сварить это стекло и отшлифовать пластинки иногда мне наивные псевдо специалисты тестировщики говорят а вот у нас есть там фильтры известных фирм на горы слушайте используйте их как-нибудь по-другому там очки из них пилите еще чего-нибудь пленочка которая наносится на стекло даже хорошо полированная эта пленочка поэтому на фильтрах там пишут годность пять лет это анекдот этим фильтром вместе с этим объективом 62 года уже намного больше ничего с ними не происходит потому что это настоящие качественные фильтры поэтому имейте ввиду хотите добиться результата не пользуетесь пленочными фильтрами довольно омерзительными сколько по не не стоили потому что они не только снижают разрешение но и порт картинку очень сильно и все эти сказки про их необыкновенные свойства я вас умоляю воспринимаете с большим как бы вам так помягче сказать скепсисом потому что пластмассе накрашены это не стеклянный фильтр и никакого отношения к высококачественной фотографии не имеет итак начнем практиковаться я специально использовал этот объектив гелиус 40 для того чтобы избежать бесконечных упрек в том что конечно мне все хорошо получается поскольку используют такие дорогие объективы по цене жигулей нет не в этом дело дело в том что этим надо всем просто учиться пользоваться чем сейчас мы и займемся что же мы видим с вами вот этим объективом я снял несколько цветовых сюжетов для чего это делаю чтобы разобраться с тем как матрица монохромные лейки m10 монохром передает изображение вот на первом кадре розочки красивый до сортовые как видите они необычные по форме необычные по цвету ну и понятно цветная картинка дальше бесцветная то есть без цветного фильтра имеется ввиду монохром но без использования фильтр а дальше пять кадров перед вами открываются отмечены точками особенности ну что розовая да действительно розовая чуть-чуть выравнивается в этом ряду фильтров от gs-12 gs-18 и os-12 я специально использовал родные фильтры чтобы показать как они работают перейдем к более противной ситуации вообще для всех матриц всего мира потому что голубое желтое это то что во всех камерах воспроизводится очень плохо я как-то тестировал лет десять назад одну из выдающихся по рекламе камер не буду называть фирмы потому что это самые популярные камеры так вот там у этой камеры был желтый голубой передачи желтого и голубого на уровне разрешения фотоаппарата смена прошу любить и жаловать будьте осторожны стать какими рекламными сказать камерами так вот следующее это розочки тоже но уже желтенькие из той же экзотической серии сортовой но тем не менее это же самая картинка цветная без фильтра и 5 кадров которых видно что хуже всего работает черно-белая матрица со всеми тремя уже упомянутыми фильтрами gs-12-18 и os-12 именно по желтому только листочки разница на листочках видно да там плотность немножко меняется ну и перейдем к предмету мы нежной любви то есть к настурции настурцию нельзя брать в руки если вы при этом не хлопнули рюмочку наливки от фирмы пироги и мухи саратова чего вам желаю тоже можете зайти получить удовольствие кстати говоря я там скоро буду нравственность нарушена настурция съедена посмотрим на картинку тоже самое настурция растущая в бочке без фильтра картинка и пять кадров вот то есть что получается значит интересная с на турции связана с тем что она вот именно в этом диапазоне цветовом получается у нас лечка работает матрица и чувствует разницу у нас турции то есть если вы присмотритесь к этим кадрам особенно по отметкам то увидите что воспроизведение существенно различается в чем дело дело в том что видимо матрица профиль прописан так что позволяет рулить немножко фильтрами и тот же самый набор фильтров дал более привлекательные результаты вот посмотрите два кадра цветной и два черно-белых которые показывают разницу то есть цветной кадр понятно без фильтра понятно и посмотрите как хорошо стал работать объемы пространство с этой самой настурцией уже при использовании фильтра с 12 по моему достаточно убедительно но есть более сложная ситуация которая требует другого типа внимания дело в том что фильтры на черно-белой камере дают то что так плохо воспроизводится вообще цифровыми камерами неважно какими они дают пространство для этого что нужно сделать надо создать и иллюзию дымки и вот для того чтобы эту иллюзию создать я поставил на подоконнике в известной фирме которые регулярно посещают виски rooms бутылку хорошего вискаря который как раз как вы понимаете тестировал как и фотокамеры никакой подсветки нет свет из окна полуподвального помещения хуже не придумаешь и вот я снял с несколькими фильтрами без фильтров и с фильтром и что получается посмотрите как передается невероятно пространство gs18 фильтр создал аж дымку вокруг бутылки цвет не меняется потому что вообще матовое стекло стоит таким образом используя фильтры даже те которые приложены к этой к этому объективу гелиусу 40 можно добиться искомого ощущения пространства в данном случае наиболее пригодным оказался gs18 до этого у нас нас турции хорошо сработал с 12 таким образом уважаемые слушатели используйте фильтры это очень полезно ну и в естественно хотелось бы посмотреть а как этот чудесный портретный объектив работает с портретами то есть людьми но для этого был соответственно выбран чудесный объект а именно кирилл прокопов которую мы как раз делали тренировочный забит к новому концерту который состоится наверное в октябре если все будет и этим же объективом я также точно сделал его портрет но вот видите без фильтра и несколько портретов цель что лучше всего опять же с 18 лицо передается оптимально но это только для относительно молодого человека который собственно говоря имеет хорошую структуру лица и не фальшивые волосы даже не парик а так если вы захотите снимать морщинистых прыщавых старух то конечно надо использовать о с 12 они как вы видите на последнем снимке ска убирают морщины убирают дефекты кожи и старушка веткая начинает выглядеть молодушкой что собственно говоря им так и хочется это можно утешить таким образом объектив гелиус 40 с набором стандартных фильтров очень хорош единственное что именно вот таком комплекте это малодоступное изделие ну хотя более доступно чем дорогущие объективы фирмы лиц для продолжения наших опытов я использовал занар фирмы карл цейс это один из моих любимых объективов потому что я почти всю жизнь снимал занаром с дыркой полтора сделанным еще до второй мировой войны или 25 им пользовался мне очень нравится он по пластике я не могу сказать что он супер разрешающий что он сверх точный по цветопередаче но у него есть те достоинства которые как-то было хорошо ложатся на мою зараненную душу поэтому я с удовольствием когда кабаяши перевыпустил занарда счетового сделав просветление внутренние хорошие с удовольствием купил и пользуюсь тем же удовольствием вот теперь занар посмотрим на этот объектив и на плоды его совместной деятельности с лейкой м10 монохром в чем дело дело в том что как вы понимаете пока мы пользуясь с вами простенькими фильтрами проблем никаких не было но если вы начинаете напяливать на объективы плотные фильтры возникает огромное количество проблем эти проблемы преодолеваются с большим трудом в первую очередь это вопросы резкости и вот здесь как раз лейки с их фокальной наводкой на резкостью они зеркальные и не по матрице дают огромные преимущества я имею ввиду работу с инфракрасными объективами когда-то в далеком прошлом я снимал достаточно много на инфракрасную пленку но в основном форматом 4 на 5 дюймов это прекрасная пленка но у нее были всякие особенности ну во первых она портилась быстро потому что был очень чувствительный хранить надо было в холодильнике во вторых надо их было использовать очень плотные инфракрасные фильтры сразу же и обрабатывать только тогда получать вот это райское наслаждение странности цветов потому что мы знаем что в зеленых листьях растений еще существует и красный компонент который тоже поглощает необходимую часть спектра для того чтобы растение фотосинтезировали и вот на этом свойстве собственно говоря и построена интересная тонна передачи на черно-белую пленку лесов растений и травы и прочее но есть трудности дело в том что наводка на резкости инфракор через инфракрасный объектив довольно затруднена через инфракрасный фильтр очень затруднена поэтому лейка дают такие возможно здесь фокальная наводка не через объектив очень удобно при этом надо помнить что каждый раз меняя фильтр надо наводиться на резкость но посмотрите тривиальные верхушки деревьев снятые обычным способом если вы навелись на резкость и сняли поставив инфракрасный фильтр у вас получится хорошо но если вы навелись на резкость используя инфракрасный фильтр то есть попробуйте через него это все произвести они через фокальную систему то вас произойдет смещение потому что наш глаз по-разному воспринимает изображение но и получится не хорошо получится не резкость в обычном световом диапазоне но и теперь вооружившись таким простыми знаниями возьмем инфракрасный фильтр r72 горячо любимый для такой съемки и отправимся на пленэр в качестве пленэра я выбрал большой устинский мост откуда сделал два кадра один сторону площади известные с колокольни из которой прыгали самоубийцы дореволюционные времена но сейчас она выглядит как маленькая постройка потому что там все загадили небоскребами испортив московский ландшафт но это обычное дело увидите видите достаточно тривиальная картинка скучная интересная напяливаем инфракрасный объектив и конечно увеличиваем чувствительность камеры 6400 это надо иметь ввиду если захотите снимать что был порезче почетче то стащить с собой фильтр кроме фильтра еще и штатив я снимал с рук поэтому у меня номер не было такой проблемы получается падает резкость но причувствительность 647 понимаете но зато смотрите какая живая и веселенькая картинка то же самое развернувшись в другую сторону я снял ландшафт московского кремля но без фильтр просто черно-белый лейка но получается немножко мрачновато ну в общем это соответствует как бы мировому представлению русском менталитете мы такие суровые на завтрак там не завтраками поляками а ужином англичанами это понятно но если мы оденем инфракрасный фильтр то и кремль и мы сами становимся такими белыми и пушистым очень нежными и отзывчивыми что есть и на самом деле конечно как мы понимаем собственно говоря как вы видите радикально меняется изображение но для того чтобы делать такие штучки цветная камера не подходит да и мало что кроме лейки подходит особенно при съемке с рук поэтому советую вам воспользоваться этими преимуществами монохромной камеры которая позволяет снимать с такими фильтрами требующими такой огромной чувствительности что ничем другим эти опыты будет скажем так почти невозможно повторить поэтому уважаемые слушатели если вам вас счета и вам понравился ролик а если история это вас как-то зацепило то мы продолжим изыскание по анализу возможности монохромные лейки поскольку я считаю что тот самый инструмент особенно в крайних плотностях фильтров которые заменить никакой цветной матрицей с бояровском фильтр невозможно и дело не только в разрешении ни зонар ни гелиус 40 не являются супер разрешаемыми объективами они не страдают избыточной резкостью скорее они мягкие но они дают нам представление о том как работает монохромная камера данном случае лейка м10 монохром цветными фильтрами да она оказалась очень отзывчиво и при высоких плотностях фильтров дает в руки фотографу огромные возможности по управлению изображением желаю вам попробовать по мере возможности тем более что сейчас монохромные камеры начинают выпускать не только самые выдающиеся фирмы на свете и они становятся все доступность все доступнее но особенно старые я хочу порадоваться за вас если я открыл вам хоть что-то интересненькое в области художественной фотографии поэтому за вас уважаемые слушатели хорошего настроения и умелого использования настоящих фильтров до свидания